вот это вот так привет народ сегодня наконец выдался свободный день и все-таки я добрался до расчистки дрожжей кончается у меня мой любимый гервин g12 буду его расчищать и размножать для этого мне понадобится агар-агар чистая пластиковая тара которая выдерживает 110 110 градусов чтобы я ее мог прокипятить обеззаразить вот и надпись 110 градусов и бензил пенициллин очень дешевый антибиотик первым делом что я делаю я наши замороженные дрожжи должен разбродить отложу чуть-чуть наших замороженных дрожжей с медом и залью прокипяченной охлажденной водой буквально чуть-чуть все и закрываю пускай разбраживается пока мы будем дезинфицировать тару делать агаризованную среду она немножко разбродится а потом нанесем ну что водичка наша закипела кидаем туда наш бокс с крышкой ну а я пока поставлю наше сусло прошлой варке отобрал 3 литра неохмеленного сусла без хмеля сейчас поставлю кипятить часть ну столько нам хватит для нашего агаризованного состава пахнет вроде нормально ставим кипятиться а теперь расстилаю фольгу и обеззараживаю ее спиртом 70-ти процессный спирт прям наливаю сюда вот он хорошо разлит по поверхности обеззараживает все достаем и ложим вверх дном наше сусло кипит вот тоже минут пять-десять оно прокипит закинем туда агар вот 10 грамм на такое количество хватит головой засыпаем и хорошо размешиваем даже пол пакетика хватило уже уже густенькая можно набрать холодной водички и остудить его до температуры хотя бы 40 градусов потому что в более высокой температуре антибиотик разложится и не будет действовать ну а пока вскрываем наш антибиотик густенький уже остывает надо добавлять срочно пенициллин вот на кончике ножа хватит и все это тщательно-тщательно-тщательно перемешиваем уже застывать начал готов и закрываю да конечно немножко неправильно сделал потому что надо пока он жидкий заливать чтобы ровная поверхность была ну с этими съемками камеру переставлять не успеваю в любом случае думаю нормально будет надо теперь прокалить нашу петлю чтобы ничего там микробиота никакой не осталось я думаю микроба любая сдохла здесь теперь остужаем нашу петлю чтобы она была холодная чтобы наши дрожжи на ней не сдохли открываем теперь наши дрожжи макаем делаем засев будем надеяться что получится ну теперь отправляем в теплое место темное на несколько дней и посмотрим какие колонии там проявятся вырастут хорошо не вырастут будем переделывать друзья смотрите даже при такой ракальной системе это получилось какая красота одиночные колонии вон они там красивые по одиночке ну что срочно кипятим наше сусло и будем засеивать размножать колонию единичную сусло наше неохмеленное сейчас прокипит обеззаразится баночка уже практически простерилизовалась крышечку нашу гидрозатворную сейчас тоже простерилизуем кипяточком вот так пока раскаленная баночка пускай стоит сейчас прокипит я его горячим прямо залью сюда ну а потом остынет я засею нашу одиночную колонию и все пускай остывает нам нужно стерильное сусло все я подготовил в нашей единичной колонии сусло прокипятил банку простерилизовал залил охладил градусов 20-25 наверное наше сусло гидрозатвор сейчас буду единичную колонию переносить сусло петлю обязательно прокаляем еще раз чтоб там не осталось никакой гадости вообще так что тут у нас есть в геничной колонии а здесь вообще какая-то гадость походу это плесень то есть что это говорит что наши дрожжи были заражены плесенью поэтому что надо их расчищать вот так мы остужаем вот так и берем самую отдельно стоящую единичную колонию мне вот понравилось вот это вот так все наша единичная чистая колония сейчас разрастется сядет в осадок и получится у меня энное количество штамма живи 12 а это можно выхидывать уже какая красота вот пенка пошла второй день вот ведьмино кольцо сейчас начнет бродить наша единичная колония красота красота ну вот прошло часа четыре уже пенка серьезнее что у нас тут уже начало даже осветляться осадочек небольшой а мы сделаем тогда ход конем глюкоз глюкозка стерильная сорока процентная я сейчас возьму и подкормлю наши дрожечки стерильной глюкозкой и они еще добавят немножечко пиомассы вот так и калашма малашма масса обмен а похорошела сразу им пускай кушают прошло два дня посмотрим что он с нашими дрожжами а брожение нету уже начала осветляться осадочек осадочек нормальный сейчас поставлю тогда ее в погреб эту банку пускай у нас уже дрожжи все осядут осветлиться пиво солью и весь этот осадочек уже буду с криопротектором смешивать и морозить ну и ставлю в погреб его вот тут это с нашим пивком бродящим праймерами набранными пускай отстаивается оседает плотненьким осадком вон стоят красавицы пивной погребок и закусон рядом можно жить и заключительная фаза нашего приключения по расчистке дрожжей вот осветлилась за суточки осадочек плотненько сел на дно первым делом опять наш судок будем кипятить стерилизовать а пока сольем аккуратненько с осадочками ну как пивас получился только без хмеля такой такой хвастной какой-то непонятный запах теперь я глюкозу возьму еще немножечко упарю до более густого состояния а можно сделать проще добавить еще сахара и загустить консистенцию консистенцию вот так еще 3 ложечки сахара и хороший сиропчик получился вообще можно делать без глюкозы просто сахаром сделать хороший густой сироп прокипятить его еще четвертую добавлю а то в дрожжах воды много надо чтобы разбавилась и более плотная консистенция была ну вот на медленном огне хорошо прокипятить главное чтобы не пригорело ну вот видно пузырьки такие становятся как как пенка не водянистые вот нормально все замечательно прогрелась крышка паром обработалась то есть все у нас продезинфицировалось теперь в холодненькой воде остужаем минутку она уже остыла и буквально на 2 минуты засовываем в морозилку чтобы она охладилась вообще до холодного состояния там плюс 5 хотя бы вот так вот только чтобы была температура ну что завершающая фаза дофига спирта работаем рядом с огнем чтобы подлетающие микробы сгорали в пламени так наши дрожечки наш криопротектор густенький гвозденький вот так по-дебильному ну зато стерильно вот так по-дебильному по 3 миллилитра буду брать хватит ну вот 40 доз получилось неделя мороки зато 40 доз а каждая доза если чисто работать то каждый осадок с каждой дозы можно еще по баночкам тоже с медом там прокипятить вот еще по разу использовать ну больше двух раз я не буду то есть я себя обеспечил GV12 очень надолго я думаю с с каждой вот такая доза стоит блин доллара два три в магазине пожалуйста богатство я богат в морозилку срочно под и под и под и под и Субтитры сделал DimaTorzok